Вы смотрите обзор пива 1 сентября Еще раз хочу вас поздравить с 1 сентября Если вы будете смотреть этот обзор пива 2, 3, 4 сентября Либо на следующей неделе То еще раз вас поздравляю с прошедшим 1 сентября Начну я с пива Прага Прага, я достал это пиво Прага Я еще это пиво хвалил Смотрел один обзор на это пиво Ну недавно я смотрел, вчера И парень рассказывает, что Прага ему нравится как на внешний вид А когда он выпил, ему не понравилось Давайте попробуем Прага Уже открыл и пахнет Когда он обозревал это пиво, он сказал, что вкус как у Балтики Напишите в комментариях, что вы думаете про пиво Балтика Давайте попробуем Пока пена есть Пена есть Вот пена есть пока Пах Ну как Пахнет, мне нравится Давайте попробуем Он такой же хорош Прага Как в прошлый раз я пел В 2016 году Кажется, я перехвалил это пиво Возможно, я перехвалил это пиво И Может я другое взял Прагу Премиум Пьюз Он ченчук чес Импорт Я точно помню, что я хвалил Прагу Вот Надо еще раз попробовать И пока делаю обзор Буду на разные темы говорить Вот лето Лето я тоже составил список Вот на какие темы с вами поговорить Лето Вы можете уже сочинение написать Ну или Там второго или третьего сентября Когда вы пришли в школу Но скорее всего Вы третьего сентября Пришли в школу А если вам нечего было написать Как вы провели этим летом То Придумайте свою историю Как вы хотели бы провести Этим летом Или Как вы планируете провести Следующее лето Ну Мечтая Скажу так Про Пиво Прага Кажется я Перехвалил Это Пиво У меня кстати Были чеки Но я их забыл Сюда положить Ну ладно Это не столь важно Зато я Запомнил Кое какое пиво Когда покупал в одном месте Это Продолгопиловское пиво Поехали дальше Следующее пиво Это Бархатное Вот Бархатное пиво Я его пил Либо в начале этого года Либо в конце Купил я несколько бутылок И мне это пиво Не понравилось Мне просто Понравилось Сам рисунок К этому пиву Я думал Что это пиво Мне понравится По вкусу Я просто вам еще раз Показываю Картинку Давайте Я еще раз попробую Это пиво Бархатное Я ради обзора Его брал Может у меня Мнение изменится К этому пиву Вот так оно выглядит В общем Вот Такое темное Такая вот пенка Но вроде как бы Привлекательно Но темное такое Вроде темное Мягкое Фирменное Темное пиво С бархатным вкусом Ну да Все правильно Темное пиво Кстати Оно Не горькое Вот я пью И почему-то мне нравится Сейчас Сейчас пока нравится Не такое горькое Но возможно Бархатное Если надумаете Попробовать Просто так Либо оно вам понравится Либо Это пиво вам Не понравится Надо еще налить Бархатного И поговорить Уже на другую тему Про лето Про футбол Согласитесь Что Половина лета Все говорили Про футбол Вот Я вообще не следил За этим футболом Но все говорили Про этот футбол Половина лета И все хвалили Ну не все хвалили Но все радовались За Россию Что она вышла Пол четвертый Там финал Или полуфинал Все так радовались Гордились Что аж Ну мне в стрим написали Я вообще Про этот футбол Не думал Вот Просто у меня Не то что Интерес к футболу Пропал А просто Я его не смотрел Люди с ума Сходили по этому Футболу Вот Если говорить В целом Про лето То Лето мне понравилось В Латвии Потому что Именно такого лета Не хватало В 2017 году В Латвии То постоянно Какие то дожди А тут Лето так лето Особенно середина лета Настоящая была парилка Люди уже стали жаловаться Конечно в других странах Тоже Задолбала та жара Но лучше Такое лето Чем В прошлом году В Латвии было Вот А какое следующее Лето будет В Латвии Я не знаю Может быть Такое же будет Давайте следующее Пиво пробовать И хочу я начать С долгопилского Пива На улице Парадос Илла 17 Есть Магазин Болотон Обычно В этом месте Несколько раз Меняется Название Место Короче Я заходил В магазин Болотон И в этом месте Я покупал Долгопилское Пиво Первое Пиво Называется Динабург Второе Дивдисмит Науду Алус Я Это пиво Ни разу Не пил Та продавщица Мне сказала Что Это пиво Хорошее Что она Сама Пробовала Вот там Будет следующее Пиво Я вам Покажу Но хочу Начать С Динабург 1860 Год Латгалас Алус Не пе Сте Рзец Ладно Тут долго читать Просто покажу Вот Я буду Первый раз Пить Это пиво Динабург Пена Пошла Давайте Я вот так Вот Налью В общем Вот Вот так Она Выглядит Такого Цвета Это пиво Но у меня Немного Светлее У вас Немного Там Темнее И вот Видите Сколько Пены Обратите Внимание Пены И сколько Я налил Интересно Как это Пиво Пойдет Долгопилское Интересный Вкус 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 Интересный Поэтому Если Надумаете Попить Динабург Ну Кому Интересно Купите Попробуйте С друзьями Это Пиво Пока У меня Каких-то Вот Я пью Это Пиво Претензий У меня Нет Но Сразу Говорю Что Это Пиво Динабург Стоит Больше Евро Когда Я Первый Раз Выпил То Нет Не Было Такого Горько Было Как будто Приятно Его Пить Вот Надо Рыбки Положить Все Надо Рыбки Положить Рыбки Пахнет Рыбку Положил Может Рыбу Не видели Давно Сухую Рыба Надо Еще Налить Динабург Кусочек Взять Так Погрызть Погрызть Что-то Мало Налил Еще Налить Пена Пена Хорошо Идет Я думаю Я думаю Что Это Пиво Хорошо Пошло Бы Если Вы Пошли Бы В Банку С Друзьями Вот Может быть Это пиво Самый раз Туда Пошло Быть Ну Я не такой Прям Эксперт По Латвийскому Пиво Но Может быть Вам Это пиво Настолько Понравится Что Вы Скажете Что Это Лучшее Долгопилское Пиво И Вот Короче Дальше Я В интернете Наткнулся На Одну Статью Я Ее Почитал Я Еще Говорил Это В Инстаграме В сторис И Эта Статья Была Написана В 2016 Году И Автор Сравнивал Пиво С Латвией Ой Я Характеризовал Как будто Пиво Это Латвия Я Не Согласен Это Просто Позор Для Латвии Потому Что Если В Латвии Продают Дешевое Пиво И Пьется Как будто Не то Что Она Горькая А В В В В этом Пиве Есть Какой-то Самогон То Назвать В Латвии Лучшее Пиво В Европе Нельзя Пусть Сначала В Латвии Запретят Продавать В Общем Дешевое Пиво 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 Хорошо Брать В Баню И Пить Со Своими Лучшими Друзьями С Родственниками Вот Можете Набрать В Интернете Латвийское Пиво Мнение Людей Отзывы Почитайте Просто Для Общего Развития Вот Подрубки Поесть Вы Уже Обратили Внимание Что Я Разного Пива Купил Вот Уже Обозревал Прагу Бархатная Она уже Второй раз Попадает В Обзор Динобург Так Ну что ж Поехали дальше Вот Мне Продавщица Продала Вот Такого Пива Оно Стоит Вроде Евро 69 Вот Тоже Буду Сейчас Первый Раз Спить В этом Обзоре Вот Так Упаковано Как будто Это Большая Деньга 20 Лат Или 20 Евро Вот Сейчас Буду Снимать А Так Не Получится Ладно Буду Сдирать Эту Наклейку Тут Есть Просто Наклейка Избираем И вот Так Она В общем Выглядит Вот Дев Бург Долгопилская Долгопилская Вот Я думаю Вам Это Пиво Должно Понравиться Ну И Конечно Про Прагу Не Забудьте Да Вот Кому Интересно Прага Продается В Детоне Где Космос Запомнили Да Космос Может Быть Там Еще Будет Продаваться Я Почему Это Пиво Хвалил А Сейчас Нет Мне Не Нравится Прага Перехвалил Я Прагу Сейчас Я Налью Мне Интересно Даже В Общем Если Надумаете Это Пиво Покупать То Купите Попробуйте Поехали Дальше Давайте В общем Начнем Залто Залто В Латвии Перестали Продавать Двухлитровые Бутылки Если Она Запретила Продавать В магазинах И В других Местах Двухлитровые Бутылки Пластмассовые То Значит Таков Закон Значит Будут Продаваться Полулитровые Ну Я Специально Для этого Обзора Достал И Поднимать Из-за Этого Что Какой-то Кипиш И Вернуть Обратно Двухлитровые Ну Не знаю Это не стоит Тема Каких-то Нервов Или Ругать Государство Или Какое-то Министерство По алкоголю В Латвии Не стоит Запретили Запретили Вот Зачем Вам В Латвии Пить Дешевое Пиво Лучше Купите Динобург Для Банки Либо Вот Это Пиво Либо Купите Бархатное Либо Вообще Не пейте Пиво Давайте Попробуем Завтра Я Ради Разнообразия Взял Это Пиво Вот Какому-то Цвету Зал Там Пена Есть Могу одно Сказать Когда я пью Прага Это Прага Когда я пью Пархатное Это Ну Бархатное Когда я пью Динобург Это Динобург Когда я пью Дивдисмитнауду Алус Это У них У всех Разный Вкус Одно Горькое Другое Не горькое Другое Мягкое А вот Это Вот Это Залто И У этого Пива Свой вкус И Возможно Что Это Пиво До сих Пьют Люди Потому Что Если Люди Не пили Залто То Это Пиво Не Выпускали Не То Что Не Выпускали То Это Пиво Не Продавали В Магазинах Поэтому У Этого Пива Пусть Будет Так Есть Свой Покупатель Если Даже Не Покупают В Пластмассе То Будут Покупать Бутылки И Вот Как я Попробовал Залто Не могу Ничего Сказать Плохого Вроде Как бы Идет Легко Может Я уже Слишком Много Выпил И Так Говорю Идет Легко Короче Нет Но Это Пиво Кто Любит Правда Залто Вот Если Вам Не Нравится Залто Вы Не Будете Никогда В Жизни Ну Жить В Лапе И Пить Залто И Это Будет Правильно То Что Я Говорю Вот По Долгопилски По Латгальски Надо Рыбки Поесть И Посмотреть На Какую Еще Тем Поговорить По Быстрому Озеро Можете Написать В Что Вы Думаете Про Озеро Я Просто За Все Лето Один Раз Только Сходил На Озеро С Другом И В Инстаграме Я Еще Тогда Рассказывал Про Калсберг Я Вот Попил Калсберг С Другом Ну Я Купил Шесть Бутылок Условно Так Хорошо Пошло Что Хотел Еще Шесть Бутылок Попить Это Говорит О Что Калсберг Не Может Но Называть Лучшим Пивом В мире Не Стоит Потому Что Когда Ты Пьешь Хенникен И Ты Смотришь Почему Это Пиво Дороже Чем Калсберг Возможно Что Хенникен Переплюнул Сам Калсберг Вот Если Я Даже Не Делал Обзор Пива То Мой Выбор Все равно Пал Либо На Хенникен Либо На Калберг Но Когда Попробовал Я Все Таки Динобург И Дивдэс Метнал Ду Аус То Конечно Мне Пока В топе Тут Держится Это Динобург Пока Динобург Поэтому Если После Этого Просмотра Вы Надумали Что Выбрать Я Рекомендую Пока Динобург Ну Вы Поняли Я Сказал Если Там Баня С Друзьями То Купите Динобург Ну Если Кому Хочется Разнообразие То Дильдэсмит Науду Алус Ну Она Более Такое Сладкое Может Быть Вам Не Понравится Это Пиво Потому Что Она Слишком Сладкое Или Пьется Как Ну Как Это Квас Вот А Вот Про Зелтую Я Сказал Просто Своё Мнение Что У Этого Пива Есть Просто Свой Ну Потребитель То Есть Люди Которым Нравится Просто Зелтая Они Допустим Не признают Никакую Ни Прагу Ни Бархатная И Ни Другое Им Нравится Просто Зелта Поэтому Оно Продается До сих Пор Еще В Магазинах И В Других Местах Латвии Поехали Дальше Есть Такое Вот Пиво Райскум Мэтис Я Рандомно Некоторое Пиво Покупал И Опять Это Будет Латвийское Пиво Вот Такое Вот Открывать Такие Пробки Ну Если Вам Вдруг Вы Столкнетесь С Такой Бутылкой Пива В Латвии То Открывать Их Элементарно Вот Обратите Внимание Открывается Вот так Вот Вот А то Я Вспомни Столкн Обзор То Я Мучился Корячился Оказывается Вот Смотрите Вот Вы можете Обратно Вот И Вот Оказывается Элементарно Ну что Это Система Ниппель Как Вы Поняли Что Я Буду Первый Раз Такое Пиво Пить Райс Кум Мэй Тыс Давайте Попробуем Что Это За Пиво Такое Я Просто Некоторое Пиво Я Рандомно Выбирал И Когда Я Заходил Допустим Максимум Смотрел Пиво Что Мне Там Выбрать Для Обзора То Глаза Прям Разбегались Ну и Пришлось Что То Выбирать Одно Либо То Либо Другое Вот Ну я Решил Ну ладно Пены Как-то Много Это Нормально Так Закрою Так Закрыл Поставил Сюда Вот Какого Цвета Выглядит Это Пиво И Сколько Пены Вот Давайте Попробуем Как На Вкус Это Пиво Пенистое Пиво В общем Мне Это Пиво Понравилось Если Надумаете Покупать Это Пиво Райску Мэтис Нам Может Быть Очень Понравится Это Пиво Но Не Забываем Что Есть Динобор Динобор Пусть Она Будет У Нас Пока Номер Один В топе В этом Обзоре Динобор Ну Я могу Смело Пусть В этом Будет Обзоре И Райску Мэтис Пусть Он Составит Конкуренцию Вот Это Будет Конкурент Динобор Ну Ну Вот Это Вот Пиво Див Десмит Науду Алус Вот Ну Я Не Такой Еще раз Повторю Эксперт В Латвийском Пиве Я Просто Говорю Что Я Пробую И Вот Вот Вам Пожалуйста То Есть Уже Выбор Что Вам Выбрать То Есть Я Вам Ну Как Сказать Не Могу Объяснить Просто Говорю Что Вот Из Возможно Вам Что То Да Понравится Либо Ваш Выбор Упадет На Зелта Вот Зелта Поехали Дальше И У Меня В руках Вроде Дешевое Дешевое Легендарное Пиво Вальтер Если Вы Пили Вальтер То Я Думаю Это Пиво Вроде Всем Знакомо В Латвии Во Всех Городах Латвии Блин Я Забыл Что Я Не Допил Тут Пиво Сейчас Допью Хорошо Идет Мне Мне Даже Интересно Как Вообще Вкус На Вальтер Ну Какой Вообще На Вкус Вальтер Вот Так Выглядит В общем По Цвету Вальтер Сейчас Буду Пробовать Странно Вроде Мне казалось Оно Должно Быть Горькое Тогда Мне Надо Добавить Прагу Потому Что Когда Я Пробовал Прагу Оно Было Горькое Почему Вальтер Такой Горький Я Не Понимаю Хорошо Я Добавлю Прагу Может Потому Что Я Уже Выпивший Но Надо Попробовать Прагу Потому Что Когда Первый Раз Попробовал Оно Было Горькое Блин Вот Попробую Прагу Да Оно Горькое Просто Мне Надо Было Убедиться Что Прага Оно Горькое Пиво После То Что Я Вообще Выпил Да Вот Надо Рыбки Закусить Рыбка Рыбка Так Дальше Следующее Пиво На которое Я хочу Сделать Обзор Это Будет Муй Жез Обратите Внимание Что Это Было В стекле Вот А здесь Алюминий Ну Чтобы Было Разнообразие В этом Обзоре Вот Может Быть Что Если Это Стеклянная Бутылка То Может Быть Хранится Лучше Пиво В бутылке Если Это Опять Повторим Алюминий То Он Более Практичен Ну То Есть Более Легче А если Это Ну Вы Как Понимаете Это Бутылка Стеклянная То Больше Просто Вес Но Более Приятнее Держать В руках Вот А если Это Пол-Литровая Или Когда Были Двухлитровые Бутылки Пива То Просто Более Чем-то Практичнее Чем То Что В алюминии Я Вот Сейчас Держу Вот Давайте Попробуем Муй Жез Некоторое Пиво Я сейчас Повторю Я брал Рандомно Просто Когда Я Заходил В одно Место Глаза Разбегались Что же Выбрать Для обзора Я просто Брал Уже Тогда Рандомно Я Уже Взял Это Лишнее Вот Такого Цвета Выглядит Это Пиво Муй Жез Давайте Попробуем Это Пиво Вкус Интересный Я Вот Попробовал Пиво Муй Жез Почему То Просто Легко Пиво Идет И как Будто Не хватает Как Будто Чего-то Сладкого Либо Вот То Что Не хватает В Динобург От Динобурга Вот Возможно Что Это Пиво Вам Понравится В Практичности По Вкусу Вот И Это Сты Ну Это Пиво Будет Не стыдно Кому-то Порекомендовать Ну Если Вдруг Вы Будете Делать Обзор Или Покупать Вот Это Пиво Вот Муджас Так Ну Что Ж У Меня Осталось Два Пива Это Хамовники Вот Хамовники Обратите Внимание Что Какой Же Формы Выглядит Это Пиво Как В игре Биошок Инфинити Где Главный Герой Когда Подбирал Ну Вот Как Это Хамовники То Либо Он Апгрейдил Здоровье Щит Либо Магия Не Серьезно Поэтому Мне Как Это Пиво Приглядело Мне Интересно Что За Такое Пиво Хамовники Опять же Кому Интересно Вот Такое Вот Пиво Ну Просто Из-за Своей Формы Бутылки То Вы Можете Это Пиво Купить В Космосе Потому Что Я Там же Покупал Пиво Прага Вот Интересно Что За Пиво Хамовники Давайте Попробуем Вроде Как Пиво Вот Так Выглядит Пиво По Цвету Хамовники Вот Пробуем Вот До Этого Я Пробовал Муж Жас А Теперь Хамовники У Всех Все Так Разный Вкус И Это Хорошо Почему У них Не Одинаковый Вкус Иногда Сложно Что-то Говорить Кому-то Рекомендовать Потому Что Надо Быть Экспертом Но Бутылка Прикольная Я Потому Что И Взял Потому Что У Этого Пива Прикольная Форма Бутылка Вот И В общем Осталась Последняя Бутылка Пива Это БВ Филе Квешу Алус Думак Кан Зелтанис 05 4,6% Обычно Показываю Как Выглядит Но Я Уже Забыл Давайте Покажу Ещё раз Вот эти Вот Пробки Просто Белая Вот А тут Вообще Ничего Не написано Без Подписи Короче Вот Я обратил Внимание На Это Вот И Только Вот БВ Виле Было Подписано Не Серьёзно Вот Бэббэрвилен Было Подписано Вот Я на это Обращаю Внимание Вот Видите Было Подписано Остальные Вот Которые Бутылки Я открывал В этом Обзоре Не были Вообще Подписаны Вот Видите Без Подписи Вот Ну давайте Попробуем Это Пиво Последнее Пиво В этом Обзоре Потому Что То что Я здесь Обозревал Я Обозревал В первый Раз Вот Ну Мне Выделяю Сразу Вот Это Пиво Диноборг Вот Долгопилское Пиво Поэтому Возможно Вам Это Пиво Понравится Но Если Вы Вдруг Купите Бархатное То Возможно Вам Либо Это Пиво Понравится Либо Нет Вот Мне Лично Бархатное Не Понравилось А Если Надумаете Купить Прага То Может Быть Вам Это Пиво Понравится Я Кстати Перехвалил В Инстаграме В Сторис Вот Может Быть Вам Это Пиво Сейчас Вот Так Выпьем Не Ну Гарстит Гарстит Короче Вот Ну Что Давайте Пробую Тогда Бабер Вилле Ммм У Бабер Вилле Интересный Вкус Возможно Что Вот Это Пиво Вот Это Пиво Будет На Любителя То Это Пиво Реально Когда Говорил Я Про Немецкое Пиво То Я Говорил Что Оно Как Будто С Другой Планеты Вот Когда Вы Попьете Хамовник Либо Зелта Для Вас Это Будет Что Родное Потому Что Вы Родились Либо В Латвии Либо Вы Из Города Далгпелс Но Когда Вы Попробуете Вот Это Пиво Байвервилля Скорее Сигу Вам Оно Не Понравится Потому Что Я Говорил Про Прошло Пиво Немецкое Пиво Европейское И Говорил Что Она Как будто С другой Планеты Вроде Неплохое Пиво Но Вкус Вообще Другой Реально Сразу Вспоминаю Пиво Артик Мантис Там Реально Что Похоже Вкус Поэтому Это Пиво Будет Скорее Сего Не Просто Нравится Или Не Нравится А Пиво На Любителе Обзор Пиво Я Закончил Делать Было Мне Интересно Было Даже Волновался Потому Что Пиво Разное Было Даже Моментами Сложно Как-то Охарактеризовать Но Мне Почему-то Выделил Именно Динобург Реально Динобург Выделяю Из Всего Что Я Обозревал Мне Очень Понравилось Это Пиво Конечно Было И Много Чего Хорошего Но Не Сказать Что Прям Латвийское Пиво Может Похвастаться Прям Высокым Качеством В Европе Мы Говорим Про Европу Вот Если Вам Обзор Понравился Ставьте Лайк Если Вам Можете Поставить Дизлайк Если Вам Есть Что Сказать По Поводу Пива То Пишите Обязательно Свои Комментарии Вот Кому Интересно Подписывайтесь На Мой Канал Всем Пока